Всем привет, вы на канале CryptoCommons и в этом видео мы подробно разберем, как правильно пользоваться эфирным кошельком MetaMask. Сразу хочу сказать, если вам нравится такой контент, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик и на все дела. Значит, чтобы понимать, что такое кошелек MetaMask, нужно сначала понимать, что такое эфир, да, или эфириум. Многие люди знают, что эфириум это у нас вторая криптовалюта по рыночной капитализации на сегодняшний день. Да, вот у него капитализация 400 миллиардов долларов, стоимость 3500 долларов за одну монету. Но на самом деле они упускают из виду главную вещь, что эфириум это не просто криптовалюта. Эфириум это программная среда для создания на ней своих криптовалют и своих смарт-контрактов. То есть, по сути, это мать всех альткоинов, ну или большей части альткоинов, чтобы вы понимали. Вот сейчас у нас альткоинов уже в районе 10 тысяч на CoinMarketCap, и примерно добрая половина из них написана на эфире. И все вот эти нашумевшие темы, как DeFi, NFT, которые мы тоже с вами разберем в следующих уроках, они тоже написаны на эфиреуме. Так что сам по себе токен эфир это криптовалюта. Но эфириум это именно платформа, на которой пишутся все эти криптовалюты, смарт-контракты и так далее и тому подобное. Вот как мы видим с их сайта официального, что здесь можно строить свои аппликейшены, свои приложения, свои смарт-контракты. И взаимодействовать с людьми с помощью смарт-контрактов. Это собственно главная, наверное, задача эфира. Построить независимо децентрализованное финансовое общество будущего. Ну и здесь же вы на сайте можете у них увидеть, какие кошельки поддерживают эфир. И он вам покажет, что здесь есть MetaMask. Вот он тут же показывает нам MetaMask среди прочих. MetaMask это браузерное расширение. Ну и не только в Chrome, в любой ваш браузер. Вы заходите на сайт MetaMask.io, качаете его, инсталируете его. Его даже качать не надо, вы его инсталируете в свой браузер. Нажимаете тут install. Но у меня он сейчас не будет инсталироваться, потому что у меня он уже есть. Вот, он предлагает удалить из Brave. Да, кстати, я использую Brave браузер. Кто не знает, в чем фишка Brave браузера, посмотрите обязательно видеоурок, который сейчас появится сверху. Это очень крутой, безопасный, офигительный браузер. С фильтрацией рекламы, с защитой от слежки и со встроенным криптокошельком. Которым можно хранить и получать и отправлять токены Basic Attention, которые, кстати, тоже являются эфирными токенами. Собственно, что такое токен? Токен это криптовалюта, написанная на эфире. Даже USDT, Tether, Stablecoin, это токен, написанный на эфире. Короче, ставите себе это расширение в свой браузер. И также вы можете поставить этот метамаск к себе в мобильное устройство. Вот он поддерживает все вот эти браузеры, Chrome, Firefox, Brave, Edge. И также ваше мобильное устройство, iOS, Android, как вы видите, вот тоже имеются. Дальше у вас появляется вот такая вот иконка здесь с лисенком. Это, собственно, и есть ваш метамаск. И вы в него заходите, создаете в нем новый аккаунт, придумываете пароль. И вот он создает вам аккаунт. И вы по умолчанию находитесь в сети Ethereum Mainnet, то есть в основной сети эфира. Вот он вам дает аккаунт 1. Вы можете его переименовать, как хотите. Вот здесь вот, нажав на три точки, вы можете зайти в настройки. В настройке Account Details вы здесь можете переименовать свой аккаунт. Допустим, можем назвать его CryptoCommons 1. Все, теперь он так называется. Вы можете посмотреть свой аккаунт на эфирскане. Вот здесь, да, на блокчейне эфира. Вот он будет, ваш адрес, ваши транзакции. Здесь вы видите баланс свой в эфире. И также токены, которые у вас есть на этом аккаунте. То есть вот они все ERC20 токены, монеты. И также ERC721 токен у меня есть. Это мой Unstoppable Domains. Это типа NFT. Это мой домен IthinkSo.Crypto. Но об этом отдельное видео будет. Дальше, что вы можете делать? Обязательно первым делом вам нужно зайти в настройки и переписать свою приватную фразу. Потому что если вы утеряете доступ к этому метамаску, вы не утеряете тогда доступ к своим средствам на нем. То есть вы можете его удалить смело, если вы переписали свою приватную фразу, как и в любом криптовалютном кошельке. Здесь вы можете сделать Export Private Key, экспортировать свой приватный ключ. Но также вы можете просто зайти вот здесь, в My Accounts, в Settings, в Настройки. И вот здесь в General, Advanced. А вот здесь вот в Security and Privacy, в Настройках безопасности, вы нажимаете вот эту кнопку Reveal Seed Phrase, чтобы посмотреть вашу Seed Phrase. И вот он говорит внимание, никому ее не показывайте. Если кто знает эти 12 слов, тот получит доступ к вашему кошельку. Вводите свой пароль, смотрите ее и переписывайте. Но я вам сейчас не буду ее показывать, потому что любой, кто имеет доступ к Seed Phrase, он имеет доступ к вашему кошельку. Все, после того, как вы безопасно переписали приватку, которую ни в коем случае не надо делать скриншот, или хранить в почте, или где-то в интернете, лучше всего ее переписать на бумагу и спрятать куда-нибудь в надежный сейф. Или в голове вообще зазубрить и запомнить на всю жизнь. Короче говоря, если вы теряете доступ к своей приватке и потеряете доступ к кошельку, то вы потеряете доступ ко всем средствам, к своему кошельку. Все, дальше вот у вас появляется ваш адрес. Собственно, вы на него же можете принимать как эфир и с него отправлять, так и все токены вот эти. Допустим, давайте я вам покажу. Вот у меня сейчас, видите, тут есть 0.2 эфира и немного токенов. Вот у меня есть немного PY токенов и BZRX токенов, какое-то количество. Вот я собирался еще Shroom токены докупать, но пока их нету, поэтому мы видим, что их 0. Если нам не нужно, допустим, чтобы не мешать, мы можем зайти в токен Shroom и здесь нажать Hide Shroom и спрятать его. То есть мы просто удалим как бы его отсюда. И если нам надо будет, мы потом вернем. Мы можем даже сейчас удалить, допустим, один из этих токенов. Также наши деньги не пропадут. Мы потом всегда, если что, его вернем. Смотрите, сейчас я хочу отправить себе сюда OM токены. Для этого мне нужно здесь добавить токен, чтобы мочь себе его отправить. Но отправить я могу его уже даже до того, как добавлю сюда, потому что все токены приходят на один единственный адрес. Вот этот вот ваш адрес. Вот, я отправил токены на свой адрес. Я могу сейчас, в принципе, уже проверить по блокчейну, пришли ли мои токены. View on Etherscan. Посмотреть на эфирскане. Вот здесь транзакции. Можно выбрать ERC 20 токены. Нет, еще не пришли. Ждем. И чтобы добавить себе его в MetaMask, мы находим на CoinMarketCap монету, о которой идет речь, которую мы добавляем. Вот, в данном случае это mantra DAO OM. Вот. И здесь мы видим mantra DAO OM. Вот у любого токена эфирного. Как определить, что монета эфирный токен? Мы видим здесь слово token. Если мы здесь видим слово coin, это значит просто криптовалюта. А token, это значит токен на эфире. И вот мы здесь видим контракт. Контракт-адрес. Мы можем его либо скопировать и просто вручную там добавить в MetaMask. Либо можем нажать, здесь кнопка MetaMask появилась, чтобы сразу он у нас автоматически добавился. Вот, видите, мы видим этот токен OM. Добавляем токен. И вуаля, вот он появился. Теперь мы просто ждем, пока транзакция подтвердится. Они придут и мы их здесь увидим. Ну, если у вас так не получается, я говорю, вы можете скопировать в ручном режиме адрес контракта с этим токеном. Нажать add token. И вот здесь нажать custom token. Ставить адрес контракта. И вот он уже говорит, что токен уже добавлен. Ну, то есть, если бы он не был добавлен, он бы нашел сейчас и добавился. Все, теперь мы ждем, пока транзакция подтвердится. И наши OM-чики придут. Вот, таким образом, это получается один из самых удобных и безопасных кошельков для хранения эфира и эфирных токенов. Вы здесь можете, соответственно, принимать как эфир, так и токены. Вы просто берете вот этот свой адрес контракта и даете тому, кто вам отправляет токены. Ну, допустим, человеку, который вам отправляет эфир или токены. Или в обменник, если вы покупаете эфир или токены. И все. То есть, это адрес вашего кошелька. Также вы можете нажимать send. И вы можете отправлять на любой эфирный адрес, опять же, как эфир, так и сами токены. Допустим, я не знаю, вот я могу выбрать один из адресов. И выбрать, что я отправляю. Отправляю. Отправить сам эфир, выбрать комиссию здесь, соответствующую, да, для медленной транзакции, для быстрой. И могу отправить токены эфирные, если кошелек их поддерживает. Вот, соответственно, комиссия будет уже выше. Когда мы отправляем токены, мы видим, что комиссия в 10 раз больше. Но также вы можете заходить в дополнительные настройки и уменьшать там цену газа. Да, газ – это мельчайшая часть эфира, которую мы платим за комиссию, типа как Сатоши. И лимит газа мы можем уменьшать. И в таком случае комиссия будет меньше. Но, видите, он нам пишет, что газ прайс extremely low. То есть мы должны поставить хотя бы вот такой какой-то. И комиссия будет небольшая. Но, скорее всего, эта транзакция будет долго-долго-долго-долго идти. Ну и вот вы можете балансировать здесь. То есть он по умолчанию подбирает вам оптимальную комиссию. Вот. Но мы сейчас нажимаем отмена, потому что мы этого делать сейчас не собираемся. Также в кошельке вот вы можете отслеживать свою активность. Вот там какие предыдущие транзакции у вас были. Но вы также это можете делать и на эфирскане, как я вам уже показал. Вот. Вы просто, переходя на свой эфирскан, вы можете отслеживать это там. Ну и, соответственно, также еще вы можете создавать дополнительные аккаунты внутри метамаска, чтобы не ставить новый метамаск на новый браузер. Вы можете вот здесь нажать Create Account и создать Account 2. Вот, видите. Вы можете создать аккаунт 2, назвать его, там, я не знаю, CryptoCommons 2. И вот. Он, кстати, он уже у меня есть. На нем лежит вон микроколичество эфира. И, соответственно, здесь вы можете добавлять другие токены и делать, собственно, другие вещи. У него уже другой адрес контракта у этого аккаунта. Как вы понимаете. Вот вы можете тоже его посмотреть на эфирскане. И это будет другой адрес. Вот, как мы видим, прошло немножко времени, и наши омчики пришли сюда. Теперь мы видим их в нашем кошелечке. Что не может не радовать. Соответственно, вот по эфирскану тоже мы их должны увидеть, что они пришли. Вот, да, пришли из Poloniex. Минуту назад пришли токены Mantra. Это первая часть урока про метамаск. Это мы все находились с вами в сети Ethereum Mainnet. Но также у меня здесь добавлена сеть Binance Smart Chain. Я думаю, многие из вас уже знают про этот хайп с Binance Smart Chain. Что на нем сейчас выгоднее, дешевле, быстрее, там удобнее. Куча всяких свапов проводится по NKX-свапов и прочего лабуды. И многие задаются вопросом, как же законнектить Binance Smart Chain к себе в метамаск. Рассказываю специально для вас. Binance Smart Chain законнектить к себе в метамаск очень-очень просто. Есть инструкция на сайте Binance, как это сделать. Вот, собственно, что вам для этого нужно. Вам нужен установленный кошелек метамаск. Зайти в настройки и сделать там пару несложных движений. Вот эта вот штука вам будет нужна. Для этого вы откроете по ссылочке из описания вот эту вот страницу, на которой я сейчас нахожусь. И крутанете ее вот до этого места, потому что вам нужно будет ввести вот эти данные. Дальше вы идете в свой метамаск. И здесь добавляете Custom RPC. То есть добавить свою сеть. И вот тут вам нужно будет ввести все вот эти данные. Смотрите, единственный облом в том, что если вы мышкой сюда уводите, чтобы скопировать, вставить, то метамаск сворачивается. Поэтому вы не сможете копировать, вставлять. Вам нужно будет вбить это руками. Вы копируете вот эту самую длинную строчку. New RPC URL. А все остальное вводите руками. Это не так сложно. Смотрите. Вы еще раз идете в выбор сети. Добавляете Custom сеть. Вводите Network Name. Вы пишете Binance Smart Chain. Ну, вы можете, в принципе, написать любое, но чтобы вам было понятно. Вводите вот эту копипейстом RPC URL. Ну, вот он пишет уже, что он есть, потому что он у меня добавлен. Но у вас так писать не будет. И дальше вручную вводите вот этот Chain ID. Symbol BNB. И блок Explorer вводите HTTPS. Два слэша. BC Scan. Вот он. Все. После того, как вы это сделаете, он вам даст засейвить, потому что у вас еще нет этой сети. Но у меня уже есть. Я нажимаю Cancel. И все. Вуаля. Вот он будет. Ваш Binance Smart Chain появится. Вы сможете вот так одним нажатием легко переключиться на свой Binance Smart Chain. Теперь. Вас сначала, наверное, смутит, что у вас на Binance Smart Chain тот же адрес, что и на Kefiri. Это нормально. Они сделали это для удобства. Вы можете посмотреть свой аккаунт, опять же, на Explorer. Но это уже будет не эфирный скан, а BSC Scan. Это скан Binance Smart Chain. И, как вы видите, сайт очень-очень похоже напоминает эфирный скан. Буквально просто копипейстом его сняли. И здесь тоже вы можете видеть свои токены, свои всякие штуки и свои транзакции. Адрес Binance Smart Chain точно совпадает с вашим эфирным адресом. Это сделано для удобства. И, наверное, для того, чтобы, если вы случайно отправили не туда токены, те же USDT или BNB, там, или какие-то, что они хоть как-то дошли. Но я не уверен. Теперь, что вам нужно сделать, чтобы активировать ваш Binance Smart Chain? Вам для этого нужен будет BNB в вашем аккаунте. BNB вы можете спокойно вывести со своего Binance или с Trust Wallet'а, или с любого кошелька, который поддерживает сеть Binance Smart Chain. Это очень важно. Вы берете, собственно, копируете свой этот эфирный или Binance адрес, вбиваете его, допустим, на бирже. И вот, он автоматически определил, что это сеть Binance Smart Chain. Вам нужно будет подтвердить, что вы выбрали, вот он говорит, вы выбрали сеть Binance Smart Chain. Пожалуйста, убедитесь в том, что вы выводите именно на адрес, который поддерживает Binance Smart Chain. Иначе вы потеряете все свои активы. Вы говорите, я понимаю, убеждаетесь, что это именно тот адрес, проверяете, да, все. И выводите свой BNB. Ну и дальше вы уже знаете. Нажимаете ОК. И все, вы выводите свои BNB. Также вы можете туда закидывать и USDT, и прочие токены, которые поддерживаются Binance Smart Chain. Все. Дальше вы сможете таким образом использовать этот кошелек с Binance Smart Chain. Вот, ну и переключаемся обратно на эфирную сеть. Кое-что еще я там хочу вам показать. С этим разобрались, да? Вы можете получать, отправлять. И также вы можете менять свои токены внутри децентрализованно. То есть без помощи централизованного органа в виде биржи. А между собой, между такими же, как вы, кошельками напрямую через децентрализованный протокол. То есть без риска третьей стороны. И вы можете, допустим, сейчас вот выберитесь, поменять там, скажем, 0.1 эфира на выбрать какой-нибудь токен. Допустим, на PIE. Вот он сейчас нам сколько покажет. На PIE токен. Мы нажимаем Review Swap. И он проверяет сам все децентрализованные биржи. Такие как Uniswap, Paraswap, Airswap, Curve, 0x, 1inch. О децентрализованных биржах вы можете посмотреть на следующий урок, чтобы разобраться, что это такое более подробно. И вот он предлагает нам сейчас обменять 0.1 эфира на 3665 токенов в PIE по такому вот курсу, соответственно. И пишет нам, что комиссия за это в сети у нас будет достаточно большая. Обратите внимание. 0.01.2 эфира. И максимальное проскальзывание вот такая 0.01.3 эфира. И можно выбрать тут другую. Выставить, как я уже показывал вам, другой газ лимит. Но тогда, скорее всего, транзакция ваша не пройдет. Ну и, короче говоря, вы можете менять, либо развернуть транзакцию. Я сейчас вам просто показывал, поэтому я разворачиваю. Но в целом вы можете также менять активы децентрализованно друг на друга внутри самого MetaMask. И это очень круто. Это, по сути, уже встроенная децентрализованная биржа прямо в кошелек. Да, еще очень-очень важные моменты. Это, во-первых, смотрите, здесь нажимаете три точки и видите Connected Sites. Это ваши подключенные сайты, которые уже взаимодействуют с MetaMask. MetaMask по умолчанию может взаимодействовать со всеми сайтами. Соответственно, как и любое другое расширение браузера, он может следить за всей инфой, которую вы вводите везде на сайтах. Так что, ну, в принципе, ему можно доверять. Это официальный кошелек. Но если вы хотите, вот, вы можете вручную удалить, допустим, сайты, с которыми он взаимодействует. Ну, вот я оставлю пока PancakeSwap и OpenSea. А также вы можете выставить это вручную. Вот здесь, если нажмете на пазл, это ваши все расширения браузерские. И вот здесь MetaMask. Вы можете нажать на три полоски. И вот есть This can read and change site data. Сейчас стоит на всех сайтах. То есть MetaMask по умолчанию читает все сайты. Вы можете поставить вот здесь галочку только, когда вы нажимаете на расширение. Таким образом вы обезопасите себя от того, что MetaMask будет взаимодействовать с теми сайтами, где вы считаете, что это не нужно. Ну, короче говоря, просто я вас предупредил. По умолчанию стоит на всех сайтах. Но у меня тоже стоит на всех сайтах, как бы я не парюсь. Но вы смотрите сами. Если вы конспиратор и осторожный человек, лучше ставьте вот так вот. Тогда MetaMask будет только с вашего разрешения взаимодействовать с сайтом. Но также MetaMask доступен для ваших мобильных устройств, как вы, наверное, уже поняли. И вот здесь вы заходите в Settings. Вы можете открыть его как по своей приватной сетфразе, так и зайдя вот здесь в настройки, в Advanced, расширенные настройки. И нажав «Синхронизировать с мобильным устройством». Здесь вы вводите свой пароль, и он вам показывает QR-код, который вы считываете непосредственно своим мобильным устройством. Открываете мобильник, скачиваете MetaMask, считываете этот QR-код, и вуаля, запускается ваш MetaMask. Добавляете токены в ручном режиме все так же. И используете прекрасно свой MetaMask со своего мобильного устройства. Вот такие дела. Добавляете токены в ручном режиме.